Здравствуйте! В эфире «Открытый регион» и сегодня завершающая программа этого цикла. Мы будем рассказывать о том, что такое геопортал «Чуваши» и подведем некоторые итоги информатизации отрасли. И гости сегодняшние в студии — это заместитель министра информационной политики и массовых коммуникаций Алексей Новиков и московский гость — директор департамента фирмы-разработчика программного продукта для геопортала Сергей Наумов. — Алексей Александрович, для чего Чувашской Республике нужен геопортал? Чем он будет интересен для обыкновенного человека? — Я начну с того, что в 2006 году распоряжением правительства Российской Федерации было одобрено концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. В Чувашской Республике на основании этого был принят указ главы Чувашской Республики о создании геоинформационного портала. Данный проект вошел в государственную целевую программу Чувашской Республики в виде отдельного подраздела. — Программа информационного общества, да? — Программа информационного общества. И на основании этого был создан геопортал, разработчиком которого и поставщиком программного обеспечения была компания СРСНГ. Граждане у нас привыкли пользоваться уже медпорталом, порталом социальным. Геоинформационный портал — это такой же ресурс, достаточно хорошо должен быть востребован гражданами, которые могут получить там информацию от первоисточника, от правительства о землях, земельных участках, строениях, о расположении территории Чувашской Республики разного рода объектов. На геопортале на данный момент размещено 64 слоя, которые в сумме содержат почти полторы тысячи объектов, которые можно идентифицировать не только по адресу расположения, но и получить какую-то дополнительную информацию об этих объектах. — Ну, видите, фактически, как я понимаю, геопортал соединен с порталом открытые данные. — Геопортал появился несколько раньше, портал открытых данных. Но при создании портала открытых данных изначально была заявлена необходимость интеграции этих двух ресурсов. И теперь все те сведения, которые размещены на портале открытых данных в виде дополнительных наборов, которые, соответственно, размещены министерствами, они выгружаются на геопортал. И там уже достаточно легко и просто можно смотреть не отдельные слои в отдельности, а накладывают друг на друга. Идентифицировать можно одновременно разное количество слоев в разных вариациях, чего, собственно говоря, не позволяет портал открытых данных. То есть у него функциональ несколько другой. — Я могу добавить, что в мире достаточно давно осознали, что важнее обмениваться информацией, чем держать ее у себя. И геопортал — это, по сути, инструмент, который позволяет различным ведомствам, организациям, госочереждениям делиться информацией друг с другом и от этого получать преимущества. И создавая геопортал, мы анализировали опыт, как связанный с работой по созданию инфраструктурно-пространственных Российской Федерации, программой Inspire, программой Европейского Союза по созданию геопорталов всех стран, включающих, входящих в состав ЕС. И анализируя опыт, мы понимаем, что карт создается огромное количество в жизни. И очень быстро выявляются две вещи. Одна — это то, что карты нужны самым разным группам, разным медицинствам, разным ведомствам, разным людям, разным гражданам. И второе — что созданные карты невозможно отыскать. Они хранятся у кого-то, где-то и как-то. — Так это же раньше вообще стратегическая вещь была. — Безусловно. — Попробуй ты какую-то карту найди, кроме атласа для средней школы. — Безусловно. Но сегодня все меняется. И открытость правительств, открытость правительства республики — это тому пример. И сегодня геопортал — это и есть способ делать информацию доступной людям, которым она нужна. Это могут быть и другие ведомства, которые заинтересованы в получении информации, но не являются ее владельцами или создателями. Это и граждане, и предприниматели, которые хотят понять, где находятся объекты, куда можно инвестировать, где находится социальная инфраструктура, к которой я могу обратиться за помощью и так далее. — Это именно инструменты инвестиционной привлекательности и определения необходимости или возможности, скажем так, вложения средств в те или иные территории. Это возможность посмотреть, где какие свободные имеются земельные участки. — Ну вот кадастр 20 лет делали, делали земельные. Я все думаю, когда это все станет общедоступным. Можно ли говорить о том, что современный геопортал, он позволяет увидеть эти земельные ресурсы под другим углом? Свободен, не свободен, продается, не продается, сдается в аренду? — На данный момент кадастр, он существует, нам он доступен. То есть в рамках создания геопортала у нас была интеграция с геопорталом Российской Федерации. Соответственно, вся кадастр карта у нас на геопортале, она присутствует, мы можем ее посмотреть. Кроме этого, мы можем выделить те участки, которые на данный момент свободны, которые можно использовать либо для строительства, либо для выполнения каких-то работ по строительству собственного бизнеса. — Ну вот с городом, да, с муниципальными системами, они же ввели конкурс как раз через посредства геопортала, можно говорить об этом, да, баннеры, конкурс на размещение киосков и каких-то еще других вещей. — Да, действительно, муниципальная геоинформационная система на данный момент существует, она достаточно хорошо наполнена информацией, то есть она содержит, как, допустим, информацию о местах размещения, значит, рекламных щитов. Кроме того, что есть информация о размещении, значит, в муниципальной ГИС присутствуют и все сведения у владельца, либо информация о том, кто размещает этот баннер. Вот, ну, с учетом того, что там присутствуют персональные данные, вся эта информация официально до граждан не доводится, это естественно. Вот, но при всем при этом можно посмотреть и понять, действительно, щит, который установлен... — Нет, это уже большой шаг к открытости. — Да, можно понять, действительно ли он установлен официально, либо это чья-то инициатива. — А вообще вот такая интеграция, она получается региональный уровень с муниципальным, региональный с федеральным, все абсолютно тесно завязано, или здесь есть разные элементы системы? — Здесь есть разные элементы системы, потому что вся информация, которая собирается, допустим, на уровне муниципалитетов, она принадлежит самому муниципалитету, и он самостоятельно решает, какую часть информации он может, он готов предоставить. Ведь 152-й федеральный закон о защите персональных данных, в принципе, никто не отменял, поэтому все абсолютно сведения с муниципального уровня подняться на региональный, либо на федеральный не могут. — Ну вот космос, космос. Сегодня он вошел буквально в каждую квартиру. Как геопортал с этими космическими технологиями связан? И есть ли какая-то особенность региональная, я не знаю, на эту тему? — Космическая съемка, космические снимки — это, наверное, самый простой способ получить актуальную информацию об изменениях, происходящих на большой территории. Именно поэтому они столь популярны, именно поэтому они так широко применимы. Плюс они гораздо легче читаются. То есть карта из снимка читается. Естественным образом люди привыкли видеть снимки. Снимки используются на геопортале. Снимки являются одной из основных базовых карт. И кроме этого геопортал содержит современные, актуальные снимки, которые являются источником для создания специальных карт. В качестве примера можно привести карту сельскохозяйственных земель, где благодаря вычислению специальных индексов мы можем понять состояние биомассы, а это является свидетельством того, насколько здоровая растительность или больная. И это очень важно. И это невозможно собрать ногами. — Да, это как вот популярно для наших телезрителей и радиослушателей. Вот идет снимок из космоса, а есть еще старинные карты, те, к которым мы обычно привыкли. Они как-то совмещаются потом и выдаются на геопортал? — Безусловно. Современные системы, которые позволяют получать снимки, они очень высокоточные. Но тем не менее всегда происходит этап обработки снимка, для того чтобы он очень точно совпадал с картографическими материалами, которые являются эталонными, базовыми. И чтобы можно было идентифицировать изменения, выявлять, что произошло с момента создания старой карты, и что изменилось, когда мы получили новый снимок. Это один из самых главных способов выявления, например, незаконного строительства или участков, на которые не оформлены права собственности, которые не подлежат налогообложению. Это является частью экономики, субъекта и экономики региона. — Ну тут невольно возникает вопрос. А значит, кто может и волен ли создавать метаданные на геопортале? Потому что вот если я зашла, посмотрела, что-то я могу увидеть как вообще свободный человек, без всякой регистрации, но мне предлагают зарегистрироваться, чтобы это значило. — В первую очередь метаданные создают профильные министерства, ведомства по своим направлениям. Но кроме этого, предоставлена возможность создания метаданных и простым жителям, простым гражданам. Значит, они должны что сделать? Они должны зарегистрироваться на геопортале, создать свой набор, и спустя сутки-двое после того, как этот набор будет отсмотрен администратором, он будет разрешен к публикации. Ну как, ну вот там, например, место расположения медицинских учреждений, социальных, образовательных, каких-то инфраструктурных вообще объектов. Это, понятно, делает строго ведомство, да? А что я как человек могу расположить? Однажды на медицинском портале мы создали спортивную карту Чуваши, предлагали всем жителям Чуваши поучаствовать в этом, с тем, чтобы разместить на этой карте, тогда это была карта Яндекс, да, разместить на этой карте там хоккейные коробки, беговые дорожки, вот вся та спортивная инфраструктура, которая есть в Чувашской республике, она, к сожалению, почему-то не нашла вот в сердцах жителей республики, да, но, наверное, вот создание геопортала приведет, скорее всего, да, к тому, что не только вот муниципальные чиновники, да, но и обыкновенные люди как-то вот... Мне как-то верится в это с трудом, что можно там что-то действительно расположить? Ну, при этом там действительно можно расположить какие-то свои собственные объекты, которые, скажем так, интересны именно населению, да? Это будет отдельный слой специальный для народного творчества? Это будет отдельный слой, причем для каждого, скажем так, проекта в отдельности, то есть это не будет один единый слой, как, допустим, проект Яндекс.Карты, который называется «Народная карта», это будет отдельный слой под каждый проект, который будет создаваться гражданами в своих собственных интересах. Появилось у них желание действительно отметить на территории своего муниципалитета все там хоккейные коробки, какие-то спортплощадки. Они будут иметь возможность это сделать. Там же ведь и культурные объекты, там памятники культуры, они сегодня расположены, кстати, на геопортале. Они вроде бы уже присутствуют. Они присутствуют. По сути дела, ведь все министерства успели в хорошем смысле наследить на этой карте. Еще раз, кому полезен будет этот геопортал? Этот геопортал будет полезен всем. От органов власти и муниципалитетов до простых граждан. То есть для сбора налогов муниципалитету это уже пригодится, Минимущество и Минфину? Будет это являться инструментом? Этот геопортал на данный момент является продуктом или проектом, который приведет все-таки к возможности создания единого налога. На данный момент у нас муниципалитеты заняты таким проектом, как выверка адресно-цифровых планов по сельским поселениям, для того, чтобы можно было привязать к конкретному участку земельному конкретное строение. Только на основании вот этой информации уже можно будет создавать единый налог на недвижимость, на землю. На геопортале на данный момент размещен в том числе и справочник социально-экономического развития Чувашской Республики, который внесет в себе информацию о численности населения, возрасте, поле населения. Образовательные элементы? Информация собрана по муниципалитетам. Соответственно, в разрезе каждого муниципалитета можно посмотреть всю составляющую его социально-экономического развития. Кроме этого, есть возможность посмотреть свежие космические снимки, которые могут отражать не только появившиеся строения, незарегистрированные, но и такие вещи, как незаконная вырубка леса, какие-то... Это чрезвычайно важно, мне кажется, для надзирающих органов. Да, есть проекты, когда на основании космоснимков проверяющие органы контролируют ход выполнения тех или иных видов работ. Например, уборку урожая можно увидеть? Да, совершенно верно. Можно увидеть уборку урожая. На основании тех самых индексов биологической массы можно получить информацию о том, чем вообще это поле было засеяно. И действительно ли там рушили пшеница. То есть, тереть очки уже на вылюдающим органам будет достаточно сложно, да? Да, совершенно верно. То есть, взяли, допустим, снимки весенние, осенние, посмотрели, насколько... Ну, это опасность распространения оврагов, наверное, да? Да, да, да. То есть, мы приходим к выводу, что космическая съемка и возможности сравнения снимков старых с новыми, с промежуточными дает нам массу возможностей для определения процессов, которые происходят на территории Чувашской республики. Ну, кстати, вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, там есть раздел «Отзывы». И если вы зайдете и познакомитесь с геопроталом, да, увидите, что есть какой-то у вас интерес, или увидите какие-то недоработки, или у вас будут иметься какие-то предложения, опять-таки, что-то сделать, да? Уже приходят такие предложения? Да, действительно, есть уже предложения. Ну, они в основном касаются, скажем так, наполнения. Вот. Либо доступа к отдельным ресурсам, либо вопросы о наполнении этих, значит, слоев. Естественно, всем, как и положено, как обращение граждан, на все вопросы даем ответы. Ну, уважаемые гости, вот создан первый этап, по сути дела, геопротала, да? Каковы перспективы развития этого проекта? Ну, действительно, мы можем сказать, что первый этап, он закончен. Создана вся необходимая нормативно-правовая база. Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Росреестром Российской Федерации о предоставлении, значит, карт. В 2013 году, значит, был выполнен проект технический по созданию сети референсных станций. Это станции, которые позволяют делать высокоточное определение координат буквально за минуты времени. Значит, данная сеть подразумевает размещение семи станций на территории Чувашской Республики. На основании, значит, работы этой сети станций показания при определении координат, допустим, земельных участков, да, либо строений могут доходить до буквально сантиметров. А как выглядит Чувашия на общероссийском фоне? Чувашия является одним из первых регионов, которые запустили полномасштабный проект по созданию инфраструктуры пространственных данных регионального уровня. И геопортал — это часть, это витрина этой сложной инфраструктуры. Вслед за Чувашией довольно много регионов позднее запустили подобные проекты. И с нашей точки зрения, одним из безусловных преимуществ и очень интересных нам как потребителям моментов в том, как заказчик подходит к решению проблемы, является то, что проект не останавливается. И заказчик ищет, продолжает искать пути, сделать это все более и более полезным. То есть вот 64 слоя, да, а их может быть и 1064. Может быть, хотя количество слоев в чистом виде — это не самая большая важность, не самая хорошая качественная характеристика. Прикладной характер. Прикладной характер. И постоянное привлечение смежных ведомств, других министерств, организаций, взаимодействия регионального и муниципального уровней. Все это свидетельствует о том, что Мининформ в Чувашской республике является одним из прогрессивных министерств в нашей стране в целом. Заканчивается первый этап, но окончания подобным проектам нет. Они должны жить, они должны развиваться постоянно, потому что развиваются технологии, развиваются потребности, развиваются возможности и понимание людей, как можно использовать географическую информацию. И в этой связи перспективы развития геопортала связаны с возможностями другим министерствам самостоятельно работать с картами. У нас есть 64 слоя. Одновременно министерству может быть нужно 5, но в такой комбинации, какой она считает нужным для себя. И вот одним из перспективных направлений развития геопортала является возможность предоставлять другим ведомствам средства, пользоваться в том виде, в каком она им нужна. Потому что разработчики, проектировщики геопортала исходили из одних предположений. В жизни вносят коррективы, министерства понимают, что они могли бы получить больше пользы несколько иначе. И вот как мы привыкли самостоятельно работать с картами на бытовом потребительском уровне, так мы хотели бы, чтобы другие потребители, другие заказчики, другие сотрудники и чиновники могли бы использовать эту информацию в своей работе также свободно. Ну и поскольку, уважаемые телезрители и радиослушатели, я говорила, что завершающую программу мы сегодня снимаем, Алексей Александрович, как все-таки можем подвести итоги работы и единого портала государственных услуг, каким образом граждане Чувашской республики интегрируют себя в эти новые современные технологии, которые должны, во-первых, бороться с коррупцией, это была такая сверхзадача правительства Российской Федерации, но и облегчает жизнь просто на разных уровнях, не только без блата и без очереди записываясь в ЗАГС или ребенка в детский сад, но и работая с более ответственными материалами. Единый портал государственных услуг изначально создавался как цель избавить граждан от прихода лично в органы власти для получения услуг. На данный момент мы имеем на территории Чувашской республики чуть больше 8% зарегистрированных на портале. Мы создаем условия. На данный момент в Чувашской республике существует чуть более 50 точек подтверждения учетной записи. А, ну да, вот, кстати, облегчить же велел премьер-министр доступ граждан к этому ресурсу. Ну, действительно, Минкомпсесс России в этом плане поработал. На данный момент существует такое понятие, как облегченная регистрация на портале госуслуг. Для этого вполне достаточно иметь номер телефона, либо адрес электронной почты, ну и, соответственно, СНИЛС. Вот этой вот начальной регистрации достаточно для получения некоторого минимального набора услуг, которые не влекут за собой совершение юридических действий. На данный момент пункты подтверждения учетной записи у нас развернуты во всех МФЦ по республике, Кроме того, эти рабочие места существуют еще и в органах службы занятости. Напомню телезрителям и радиослушателям, что на единый портал госуслуг в Чувашской республике было переведено 94 услуги. Это, значит, 42 государственные и 52 муниципальные. Из последних муниципальных услуг, переведенных, это, значит, запись в садике детские доскольные образовательные учреждения. Ну, кстати, я тут, готовясь к программе, увидела, что в Сингапуре только-только начали это делать. Мы, получается, работаем на уровне международном практически, да, опережая даже некоторые страны. За все время существования портала, то есть с 2012 года по настоящее время, всего услугами на портале госуслуг воспользовалось более 150 тысяч человек. То есть было оказано такое количество услуг. Глядя на эти цифры, можно сказать, что чувашские чиновники и чувашские граждане являются одними из наиболее прогрессивных Российской Федерации в использовании государственных услуг электронным образом. И вообще информационных технологий в целом, да? Да, мне тоже так кажется. И, возвращаясь к географической тематике, хочется дометить, что и в мире мы видим, и в России это происходит все активнее и активнее. Это то, что государственная власть идет навстречу гражданам, постоянно пытаясь предложить им способы информационного взаимодействия друг с другом. И открытости, и взаимодействия. Да, когда гражданин не должен идти куда-то, чтобы сообщить о какой-то проблеме. С лампочкой на бульваре или перегоревшим светильником в лифте. Ну вот некоторые регионы, и Чуваши в том числе, обещают открыть проект «Народный контроль». Чуваши сейчас проводятся работы по созданию отдельного ресурса под названием «Народный контроль». Он будет муниципальный или он будет такой все-чувашский, все-охватный характер? Он будет республиканским, на котором можно будет подать обращение любой гражданин, любой житель Чувашской республики по тем проблемам, которые у него есть на той территории, где он проживает. То есть, что хоть муниципалитет не имеет значения, да? Да, совершенно верно. Но если мы говорим о технических подробностях, то в любом случае сначала будет предварительное модерирование этих обращений. Ну и вот такой не могу не задать вопрос про УЭК, универсальную электронную карту, которую кто-то бежит. Я была одной из первых, которая побежала, получила этот инструмент для своей работы. Каким образом обстоит работа на этом поле? Мы получили почти 18 тысяч заявлений на выдачу карт. То есть, мы понимаем, что это вот такое социально активное население Чувашской республики, которое желает пользоваться благами информационных технологий. Из этих 18 тысяч, чуть больше 12 у нас уже выдано. Ну, отказники по-прежнему есть? Отказники, да, по-прежнему есть. Ну, это право выбора человека, да? Да, а я бы считала нужным, уважаемые телезрители, радиослушатели, еще раз обратить, что универсальная электронная карта, во-первых, это может работать как электронная цифровая подпись человека, да? Да. Она имеет также транспортное приложение, она имеет банковское приложение, она может быть страховым медицинским полюсом, и также на ней есть еще и нанесен номер свидетельства. Ну, это вот пресловутый СНИЛС, да, который тоже все забывают такие длинные номера. Да. И, возможно, этот перечень еще будет продлеваться, да, возможности? Ну, на данный момент расширение функционала в рамках федерации не предполагается, однако мы понимаем, что есть возможность использования так называемых кампусных приложений, то есть кампусных проектов. Это, например, использование карты УЭК как, допустим, пропуска в школу для школьников, например, да, либо возможность получения, значит, книг в библиотеках. То есть возможностей эта карта несет за собой множество. Я хотел бы напомнить о том, что в связи с политическими процессами и санкциями в России, в том числе, у УЭК было добавлено число восьми платежных систем, которые могут использоваться наравне с другими. И это должно, мне кажется, очень сильно стимулировать население к получению карты. Ну что ж, уважаемые гости, открытые правительства, открытые регионы, открытый муниципалитет, через 10 лет, какими они могут выглядеть вашими экспертными глазами? И в указах президента Российской Федерации, и в государственном программе информационного общества Российской Федерации есть такой показатель, как удовлетворенность граждан к качественному предоставлению услуг. Так вот, я считаю, что мы приблизимся к этим показателям, и все граждане Чувашской Республики будут удовлетворены и качеством, и уровнем работы государственных чиновников. Я, со своей стороны, как гражданин и потребитель этих услуг, хотел бы через 10 лет видеть государство незримым. В своей квартире, да? Либо лежа на диване, либо бегая с собакой утром в парке, общаться через какой-нибудь современный смартфон или телефон, может быть, с государством, и не прибегать к каким-то дополнительным ухищрениям, связанным с бумагооборотом, с документооборотом или с ходьбой на почту. Это моя мечта. Ну что ж, на этой вот радостной нуте, как пожеланиям нашим чиновникам, да, по включению этих информационных технологий в нашу с вами жизнь. Ну и, конечно, напоминаю вам, что, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы все-таки для начала должны сходить, чтобы зарегистрироваться на портале единых государственных услуг, для того, чтобы получить единую электронную карту. И таким образом работать с нашим государством тесно-тесно, плечо к плечу, не выходя из дома. Спасибо всем. Всем доброго здоровья и хорошей, качественной связи с государством. Субтитры создавал DimaTorzok